всем добрый день с вами Роман канал Redecoration сегодня я буду крепить пенопласт на дюбеля на грибки и хочу показать некоторые небольшие нюансы первое на что хочу обратить ваше внимание нужно иметь вот такую вот терочку для пенопласта она предназначена для того чтобы лишний там где лишний пенопласт можно было щухивать например где-то пенопласт торчит возле откосов также и применял всегда когда не подрезаем ножом а щухиваю ровненько с терочкой ну вначале ножом потом терочкой далее там где торчит пенопласт например вы приклеили и какой-то уголок у вас торчит это щухивается также можно правилом проверить где-то у вас может быть небольшой бугор на стене вот эти 1 2 миллиметра например вот здесь очень легко удалить этой терочкой я покажу небольшой пример работы с этой теркой вот первый такой пример здесь пенопласт отрезали ножовочкой и естественно его чуть-чуть неровно отрезали чтобы вот это вот все не обшпаклевывать для этого берем мытерку и выравниваем плоскость вот и все здесь уже нам придется меньше накладывать клея ровная поверхность вот в этом месте второй прекрасный пример здесь был лист пенопласта самый верхний с упаковки он был немножечко неровный если вот он здесь пошел в плоскости здесь то здесь буквально на один миллиметр он торчит в этом месте для того чтобы здесь не накладывать клеем вот этот вот часть необходимо снять что я сейчас и делаю делается очень легко все вот здесь уже ровненько таким образом мы проходим всю поверхность пенопласта конечно сказал чуть-чуть неправильно проходим не всю поверхность пенопласта а только там где у нас есть бугры где-то выступает пенопласт и выравниваем вот такие вот небольшие плоскости и уже после этого мы начинаем дюбелить и здесь очень часто бывает что у многих дюбель до конца не забивается то есть начинается ломаться штыречек не заходит до конца аудио бель торчит не держится их обрезают потом залипливают клеем основная причина этого то что вы отверстие под дюбель сверлите на длину вот этого дюбель гвоздя я например взял вот так вот себе отметил на сверле и добавил лишние три сантиметра зачем я это сделал дело в том что когда вы сверлите отверстие там море пыли особенно такое наблюдается в кирпиче и даже если у вас отверстие которое вы сверлить и длиннее на один сантиметр дюбеля вы забиваете туда сантиметра два-три пылью как только в это отверстие просверлить и дальше это пыль уходит дальше и ваш грибочек очень легко туда заходит и хорошо забивается после того как мы забьем все наши грибочки мы еще раз проверим плоскость пенопласта бывает так когда клеите по свежему клею я например клеил вчера клей высох и сегодня забиваю грибочки пенопласт у меня не двигается но когда забивают по свежему некоторый пенопласт бывает втапливается больше а соседней меньше и возможно здесь может получаться зазор до одного миллиметра поэтому в таких случаях опять же берем нашу терочку и вот эти вот швы легошенько так вот сглаживаем для того чтобы у нас не было видно перепадов я надеюсь это видео было вам полезным всем вам удачи и добра говорит Продолжение следует...